Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Возможно масс-медиа и общество не обратили бы внимания на то, что власти Кыргызстана выпустили из тюрьмы криминального авторитета Камчи Кальбаева. Интерес к теме подогрел посол США в Кыргызстане Дональд Лу. Он объявил о вознаграждении в 5 миллионов долларов за любую достоверную информацию, которая поможет «Братский круг». Журналист издания Елте Берашина выяснял, какое влияние Коля Киргыз, находясь на свободе, может оказывать или уже оказывает на криминогенную обстановку в Казахстане. По некоторым данным, криминальный авторитет Коля Киргыз покинул свою страну и, возможно, осел в Казахстане. Эта инсайдерская информация взбудоражила алматинцев. В социальных сетях нагнетаются страхи рассказами о том, что КНБ уже задержали представителей воровского сообщества, один из которых – грузин по национальности, а двое других – таджики. Мол, эти люди могут быть членами банды Коли Киргиза, а поскольку он на свободе, то жди новой беды. Официальный представитель КНБ по Алматы Аркен Абдугали подтвердил, что эти люди действительно задержаны. Им инкриминируют подготовку тяжких и особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей. Все они судимы. На этот раз у злоумышленников изъяли два боевых пистолета, обрез, боеприпасы, ножи, кастеты. По словам Аркена Абдугали, участники бандитской группировки намеревались сформировать в Алматы банду для разбойных нападений на ломбарды, обменные пункты, квартиры зажиточных граждан. В планах у задержанных были также намерения починить себе таджикскую диаспору. Однако в КНБ пока не подтверждают, но и не опровергают связь задержанных с известным криминальным авторитетом из Кыргызстана. Что касается генералов и полковников из силовых структур, с которыми удалось пообщаться при подготовке этого материала, то большинство из них вообще не хотят говорить на эту тему. Почему? Боятся? Прозвучал намек. Не стоит будить лихо, пока оно тихо. В России Кальбаев появиться не может из-за запрета, туда въезжать под любым предлогом, делится один знакомый офицер-спецназовец. В другие страны отправиться легально он тоже не имеет никакой реальной возможности, кругом расставлены флажки. Учитывая, что уровень коррупции у нас пока зашкаливает, можно предположить, что Коле Киргизу удалось каким-то образом просочиться через государственную границу. Скоро, я думаю, мы все об этом услышим. Собеседник, не пожелавший назвать свое имя, говорит, что Камчик Альбаев известен в криминальных кругах с 90-х годов. Он был дважды осужден в Кыргызстане. Один раз на 25 лет по обвинению в двойном убийстве. Второй раз за решетку его отправили на три года, но уже по другой статье. За решеткой в общей сложности провел семь лет. Сбегал. Первый раз сбежал из колонии-поселения и скрылся в Дубае, второй раз его амнистировали и выпустили на свободу после года тюрьмы. В СМИ просочилась информация, что Кальбаева в 2006-м короновали в Москве, и он стал смотрящим по Кыргызстану. Руководство МВД Кыргызстана тогда даже нашло что-то весьма положительное в появлении первого среди киргизов вора в законе. В частности, Мурат Суталинов на брифинге заявил, теперь в преступном мире в определенной мере произойдет стабилизация, будет меньше беспредельщиков и отморозков. Колю Кыргиза многие позиционируют как Робин Гуда, который грабил богатых и отдавал добытые беднякам. Кстати, когда пандемия коронавируса парализовала Кыргызстан, то Камчик Альбаев, по просьбе известной телеведущей Асоль Молдакматовой, закупил медоборудование для больницы в своем родном городе Чалпоната и выделил деньги для необходимых лекарств. Тогда его называли настоящим сыном киргизского народа, который ничего не жалеет для своих земляков. Быстро и достойно. Без лишних слов, поблагодарила вора в законе Соль Молдакматова. На этой же странице в Facebook она обратилась к экс-премьеру Кыргызстана Амурбеку Бабанову и попросила, чтобы он вник в проблемы своих земляков и оказал посильную помощь, как это сделал Камчи. Также телеведущая рассказывала, что он помог с оплатой операции кикбоксера Улана Касымбекова. Тогда у призера чемпионатов Азии мира диагностировали отслоение сетчатки глаза. Большую часть средств выделил вор в законе Камчи Кальбаев, за что я выражаю ему благодарность. А ведь мог промолчать, так как сделали это наши олигархи и министр спорта, точнее глава Госагентства по спорту Киргизской Республики, возмущалась в соцсетях Асоль Молдакматова. А в октябре 2020 года щедрого Кальбаева почему-то показательно арестовывают и начинают следствие, по статье 249 Уголовного кодекса Киргизской Республики создание преступной организации или участие в ней. Задержание проводил Государственный Комитет национальной безопасности. Видео этой операции гуляет в сети интернет. Тогда после октябрьских протестов и назначения нового главы, Государственный Комитет национальной безопасности Камчебека Ташиева в Бишкеке и произошли громкие аресты. Ташиев, ближайший соратник нового президента страны Садыра Жапарова, громогласно пообещал очистить Кыргызстан от криминала. Как стало известно из компетентных источников, в рамках уголовного дела о легализации преступных доходов, кыргызские власти непременно требуют от Кальбаева возврата 250 миллионов самов 3 миллиона долларов. И что якобы перед тем, как выйти из тюрьмы, он уже внес в госказну 49,6 миллиона самов – 585 тысяч долларов. Не исключено, что его выпустили, чтобы он уже на воле смог дособрать оброк и откупиться окончательно. Вполне возможно, поэтому повсеместно активизировались воровские сообщества. В Казахстане 10 марта КНБ совместно с МВД сразу в четырех городах Нур-Султане, Алматы, Павлодаре и Семе провели крупную спецоперацию и задержали как минимум 16 членов ОПГ. В преступной группе были бывшие и действующие сотрудники правоохранительных структур. Задержанным инкриминируются вымогательство, покушение на убийство, хищение золотосодержащего сырья на одном из предприятий ВКО и его контрабанды за пределы Казахстана. Создание, участие и руководство транснациональной преступной группой тоже ставится им в вину. Операция не завершена. В ней задействованы и бойцы национальной гвардии. Что касается дружбы Коли Киргиза с действующим президентом Киргизской республики Садыром Жапаровым, то силовики склонны утверждать, что пока преждевременно об этом говорить. Нет неопровержимых фактов. Да он и сам отрицает какие-либо связи с Кальбаевым, хотя и признает, что был немного знаком с ним лично. Действительно, в декабре прошлого года в одном из своих интервью президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что познакомился с Кальбаевым в СИЗО. «У нас была очная ставка, когда я сидел в СИЗО, Государственный комитет национальной безопасности. Тогда мы встретились впервые. До этого я только читал про него в СМИ. Мы сидели друг против друга и отвечали на вопросы следователей. С тех пор я его не видел», — рассказывает Садыр Жапаров. Тем не менее, Садыру Жапарову удалось освободиться из заключения и даже стать лидером протестного движения, а затем и победить на президентских выборах. Один из ветеранов национальной безопасности Киргизской республики по имени Талайбек не сомневается, что решение горсуда Бишкека об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в отношении Камчи Кальбаева было принято не без подсказки или даже влияния властей. Он вообще не понимает, для чего Государственный комитет национальной безопасности сначала устроил шоу с помпезным задержанием вора в законе, а затем выпустил его, взяв лишь подписку о невыезде. По указанному составу преступления должны быть показания участников и пострадавших этого преступного сообщества. Там целая иерархия. Все обернулось более чем предсказуемо, рассуждает бывший спецназовец. По его словам, спецслужба всего лишь сымитировала бурную деятельность, задерживая Колю Киргиза, создав видимость борьбы с криминальным миром. И где он теперь на самом деле, никто сказать не может. Или не хочет. Это закрытая информация. Никто. Из действующих полицейских генералов и полковников, с кем я созвонился и встретился в Алматы на прошлой неделе, не мог ответить на мой вопрос. Даже вышедший в отставку уважаемый генерал полиции, Мохаммед Абисатов, которого в ведомстве считают одним из главных специалистов поварам в законе, не захотел рассуждать на эту тему. Говорит, что как перевернул страницу в своей жизни, уволившись из органов, так больше не хочет об этом ни говорить, ни, тем более, делать прогнозы. Мол, неблагодарное это дело. Генерал Абисатов считает, что его мнение в Казахстане уже никому не интересно. История уже зафиксировала небезызвестных криминальных личностей, которые оставили свой след. В числе законников основатель крупнейшей группировки «Четыре брата» Еркин из Басар, Адилжан Зайнаудин, известный, как Адыл Китай, Рафик Чемкенский. В свое время на граждан Казахстана наводила страх преступная группировка ОПГ «Четыре брата», насчитывающая в своих рядах более 300 человек. Банда контролировала сбыт горюче-смазочных материалов в октаве Алматы, шоу-бизнес, некоторые вещевые рынки, автостоянки. Но одного из братьев взорвали в автомобиле российские бандиты, другой, получив тяжелое ранение, выжил, но вскоре был задержан. По некоторым данным, группировка стала называться Айшуак Жантугил, но что с ней теперь, мало кто знает. Или большой-большой секрет. ОПГ «Рыжий алмаз» тоже вошла в историю. Ее лидер Несибай Насенов контролировал вещевые рынки, оралы-балашак, ряд нефтяных скважин в Мангистаусской области, бензиновую компанию, сеть автосалонов и горный бизнес. Согласно информации из открытых источников, он собрал вокруг себя бывших сотрудников правоохранительных органов, спортсменов, бывших военных из числа воинов-афганцев. Как известно, «Рыжий алмаз» был застрелен в Барселоне в 1998 году. Позже руководство группировкой взяла на себя якобы родственницы Несибая по прозвищу Айка Бегемот. ОПГ «Отаба» под началом Талгата Атабаева контролировала водочный бизнес, таможенные посты, вещевые рынки. В декабре 2005 года в одном из игровых клубов Алматы ее лидер скончался от сердечного приступа. Другого криминального авторитета Мурадхана Токмадеева по кличке Мурка задержали бойцы спецназа. Первым же вором в законе в истории независимого Казахстана, по рассказам сотрудников КНБ, был Серик Джаманаев. Прозвище Серик Голова он получил из-за способности мгновенно находить выход из самой опасной и безвыходной ситуации. Еще один вор в законе Айткали Маймушев запомнился тем, что имел сразу три прозвища – Леха Семипалатинский и Титаник. Но самым узнаваемым казахом среди законников пока считается находящийся на свободе Дикий Арман – Арман Джумагильдеев. Известно, что в 2005 году Дикий Арман вместе с группой подельников напали на Жермахана Туякбе. Тогда его приговорили к условному сроку за хулиганство. В криминальном мире постсоветского пространства продолжается борьба за влияние, и в нее активно вовлечены криминальные структуры Казахстана. Не исключено, что и казахстанские ОПГ, некие силы, пытаются перепочинить выходцам из Кыргызстана, то есть замкнуть всех казахстанских законников на вышедшего из тюрьмы Камчи Кальбаева. По мнению силовиков, именно он сейчас имеет стержень, вес и волю, чтобы претендовать на место смотрящего за всей Центральной Азией, а не только за Кыргызстаном и конкретно, знаменитым морским рынком в Бишкеке, где сосредоточены практически все криминальные сообщества Кыргызской республики. Напрашивается вывод, что после того, как в Казахстане были упразднены региональные управления по борьбе с организованной преступностью и управления по борьбе с организованной преступностью, воровские сообщества значительно активизировали свою деятельность, проникая во властные структуры. Многие очень опытные, профессиональные сотрудники полиции в 45-55 лет вынуждены были покинуть службу, уйти на пенсию, уволиться. Они сейчас работают в различных коммерческих структурах, сетует генерал-лейтенант полиции Ирлан Тургумбаев. В МВД Казахстана сейчас думают над решением этой проблемы. Планируют майоров отправлять на пенсию в 52 года, подполковников в 55 лет, полковников в 58. Высшему руководящему составу пенсионную планку планируют поднять до 63 лет. Окажут ли эти меры влияние на криминогенную обстановку в стране? Но пока вор в законе Коля Киргиз гуляет на свободе, нашим полицейским следует поспешить с оргвыводами и реформами.